Диалог бизнеса и контрольно-надзорных органов. По всему Казахстану 30 сентября прошел единый день отчета, инициированный главой государства Касым Жомартом Тукаевым. В Петропавловске с докладами выступили представители 8 региональных управлений и департаментов. Как прошла встреча и какие вопросы были подняты, знает Дарья Пышмынцева. За текущий год в органах правовой статистики зарегистрировано 5733 акта о назначении проверок, из которых 2965 в деятельности субъектов частного предпринимательства. Первый на едином дне отчета с докладом выступил старший прокурор областного управления прокуратуры Егор Поляков. По его информации, в 2019 число проверок в отношении субъектов малого и среднего бизнеса стало больше из-за изменения в законодательстве. В нем упор делают на профилактику, контроль и надзор. Противоположная ситуация в области пожарной безопасности, где число разрешений для субъектов МСБ за последние 6 лет сократилось с 9 до 2. Это аттестация Негосударственной противопожарной службы на право проведения работы по предупреждению тушения пожара и аккредитации экспертных организаций по аудиту в области пожарной безопасности. Минимум проверок, максимум доверия. Такой подход, к сожалению, работает не со всеми представителями бизнеса. Многие из них безответственно подходят к вопросам безопасности. Например, не считают нужным своевременно перезаряжать огнетушители или устанавливать пожарную сигнализацию. Это может привести к серьезным проблемам, отметил Нурлан Атыгаев. Как и халатность предпринимателей, которые не обеспечивают безопасные условия работы для своих подчиненных. С начала года в области произошло 20 несчастных случаев. Один человек погиб, 13 получили серьезные травмы. За период 2019 года с госинспекторами труда было рассмотрено 814 обращений граждан, в том числе по трудовым нарушениям 737, по безопасности охраны труда 77, по которым проведено 322 проверки. Работодателям внесено 207 предписаний об устранении выявленного нарушения. К административной ответственности в виде наложения страфа предрещено 134 должностных и юридических лица на общую сумму более 20 миллионов тенге. По поручению главы государства, единый день отчет 30 сентября прошел по всей стране. Это мероприятие должно стать площадкой для обмена мнениями, где участники бизнес-сообщества не просто слушают, а задают вопросы представителям контрольно-надзорных органов. Проводиться оно будет ежегодно.